МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. В столице Чувашии после реконструкции открылся один из филиалов городской детской больницы номер один – диагностический корпус. Какие изменения и новшества ждут юных посетителей и их родителей, узнавали мои коллеги. Ремонта здесь не было практически 30 лет. Многие кабинеты и оборудование уже не соответствовали стандартам. Некоторые помещения находились в аварийном состоянии. Теперь об этих проблемах можно забыть. Отремонтированные коридоры, комнаты, регистратура, современные лаборатории и диагностические комплексы уже ждут юных пациентов. Удобно работать? Да, очень удобно. Вы уже обслуживали? Да, большое место и очень много всяких. Сколько базы данных сейчас детишек у вас? По регистрации? 25 тысяч. Ремонт сделали в кратчайшие сроки – всего за два с лишним месяца. В обновленном здании больницы работает отделение функциональной диагностики. Теперь все кабинеты УЗИ и ЭКГ находятся в одном месте. Отдельный блок – помещение для диспансеризации детей до одного года. Для маленьких пациентов есть две палаты дневного стационара. Оборудованы процедурные кабинеты. Здесь, во-первых, посвободнее стало. Всегда можно записаться. Я со старшей внучкой ходил, сейчас в шестом классе. Теперь вот с этой ходим. Здесь очень удобно. Все расположено. Квалифицированные врачи. В больнице сделали очень хороший ремонт. Стало очень удобно. На запись можно записаться у нас по телефону. Также присылают СМС-сообщение о том, во сколько будет прием и у какого врача. На одном из этажей поликлиники расположился Центр здоровья для детей. Все оборудование новое и соответствует всем стандартам. Это стало возможным благодаря средствам из резервного фонда президента Российской Федерации. В медицинском учреждении особое внимание уделяют детям старшего возраста. Не так давно заработал Республиканский подростковый центр. Такая служба в республике организовывается именно на нашей базе. Мы этому рады. Мы будем привлекать психологов, логопедов, врачей, дерматологов, косметологов для детей, гинекологов, урологов. То есть все, что здесь будет нужно. Теперь имеется отдельное помещение, имеются кабинеты для врачей. То есть нам есть где принимать еще и подростков, не только детей первого года жизни. На этом останавливаться не собираются. Скоро начнет свою работу центр семейной вакцинации, что позволит повысить эффективность профилактики инфекционных заболеваний. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Клуб «Деловая Чувашия» существует уже несколько лет. Предприниматели регулярно собираются, чтобы обсудить злободневные вопросы развития бизнеса. На этот раз говорили о влиянии нынешней непростой ситуации на реальный сектор экономики. Кризис как источник роста. Как бы парадоксально не звучала эта фраза, но бизнесу надо искать новые направления. Выходить на импортозамещение и искать поддержки у властей. Это понимают все члены бизнеса общества. Клуб изначально был создан для консолидации бизнеса, для общения с властью. И были разные пророческие предсказания в отношении клуба. Но сегодня время ответил на все вопросы. Сегодня клуб существует, клуб работает. Два раза в месяц мы встречаемся с деловым сообществом и мы обсуждаем проблему бизнеса. И конечно в процессе общения бизнесменов между собой возникают определенные вопросы. Дополнительные формы помощи аграрным предприятиям, деловое сотрудничество представителей стройиндустрии с органами власти. Эти и другие вопросы звучали в ходе встречи предпринимателей и Михаила Игнатьева. Экономика развивается, жизнь двигается вперед, качество жизни улучшается. И требования населения, и бизнеса тоже они поднимаются на другой уровень. И сама культура отношений, она с каждым годом улучшалась и будет улучшаться. Потому что органы власти с каждым годом, они лучше открываются, они становятся доступнее. И когда отдельные вопросы есть, всегда мы принимаем те решения, которые нужно принимать на благо наших жителей, на благо развития предпринимательского бизнеса общества. Кандидат на должность главы Чувашии от партии пенсионеров России Валерий Сапожников заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы Чувашии. Он сделал это заявление на встрече с активом Чувашского регионального отделения партии пенсионеров России и Чувашского регионального отделения Союза пенсионеров России, которое состоялось сегодня в Чебоксарах. Уважаемые коллеги, вы все знаете, что региональное отделение партии пенсионеров выдвинуло мою кандидатуру на должность главы Чувашской республики. Это высочайшая оценка. У меня тоже возраст есть. И я горжусь тем, что за моей спиной. И мне не стыдно было об этом сказать. И я хочу сказать, что у нас поддержка очень сильная. Партии пенсионеров, члены партии сегодня все здесь присутствуют. Союз пенсионеров – огромная основа. Советовался с нами, с друзьями. И думаю, что правильно приняло решение, чтобы снять свою кандидатуру на выборы на должность главы республики. Участники встречи приняли обращение к избирателям о всеобщей поддержке на выборах главы республики, кандидата на эту должность – Михаила Игнатьева. Напомним, что единый день голосования состоится 13 сентября. Насколько эффективно республика распоряжается государственным имуществом, обсуждали сегодня в Доме правительства. Приватизация унитарных предприятий и оформление в собственность невостребованных земель – главная тема расширенного заседания. В республике продолжается работа по ликвидации хозяйственных обществ и государственных унитарных предприятий. Статистика показывает, по итогам прошлого года получили прибыль только 8 губов. К списку убыточных могут прибавиться и другие предприятия. За первые полугодия текущего года чистая прибыль получена 7 унитарными предприятиями – более 17 миллионов рублей. Из них наибольшую прибыль получили губ Чувашгаз в Минстрое – 10 миллионов 814 тысяч рублей. Губ Чувашской республики – спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт». Убыточно сработали губ формации Минстрое – 480 тысяч рублей. Чуваш Автотранс, Минтранса Чуваши – 32 миллиона рублей. Губ Чувашской республики «Фильтр» – минус 19 тысяч рублей. Очередная кампания приватизации хозяйственных обществ и губов стартует в следующем году. Для республиканского правительства это приоритет. От того, насколько эффективно используется госимущество, будет зависеть и доход регионального бюджета. В 2016 году запланирована приватизация двух предприятий. Это губ «Фильтр» ГЧС Чуваши, губ Чувашской книжной издательности Министерной политики, 6 пакетов акций «Чуваш Металл», АКБ «Чуваш Кредит Промбанк». Неплохим источником дохода для районов должна стать и невостребованная земля. Ее необходимо активно вводить в оборот. Правда, не везде эта работа проводится эффективно. Канарский, Борецкий, Комсомольский, Чебоксарский, Янтиковский. Они сдают либо в аренду земельные участки, либо продают их на торгах. Остальные здесь не указаны районы, которые никак не распорядились своими земельными долями. Вместе с тем, очевидно, что только вовлечение этих земельных участков, либо земельных долей, гражданский оборот имеет цель в оформлении прав на земельные доли с муниципалитетами. Задача – перейти все в цивилизованные взаимоотношения. А это ваши доходы, по крайней мере, за землю. Здесь нужно биться за них, пусть небольшие, но дополнительные возможности. В собственность муниципалитетов должны перейти и земли, входящие в зону ремонта нефтепроводов и газопроводов. Эту работу необходимо завершить до конца года. Медриковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня многие люди находятся в поиске дополнительного заработка. Кто-то планирует сменить место работы. Молодые специалисты, окончившие учебные заведения, также озабочены трудоустройством. Найти работодателя или же работника поможет новый информационный портал «Работа в России». Государственная служба занятости совместно с Министерством труда России создали всероссийский сайт по поиску работы по всей стране. Простота, удобство, доступность – основные составляющие информационного портала. Отличие этого сайта – то, что он абсолютно бесплатен, он не загружен рекламой, спамом. И второе – он сконструирован таким образом, чтобы в самом простом варианте была обеспечена доступность для человека. Более полутора миллионов предложений уже доступны соискателям. Регистрация для просмотра вакансий не требуется. Нужно задать необходимые критерии – район, наименование, профессия, желаемый уровень зарплаты. Есть возможность разместить резюме. Регистрация занимает пару минут. Достаточно оставить свой номер телефона или адрес электронной почты. И сотни тысяч работодателей смогут вас найти. А собеседование можно провести онлайн с помощью скайпа. Откуда поступают на портал вакансий? Прежде всего, они берут со всех служб занятости нашей страны, самими работодателями и от крупных сайтов, которые зарекомендовали себя благополучными на рынке труда. Существенное преимущество сайта – наличие интерактивной карты привлекательности регионов. На ней представлены данные о благоустройстве района, развитии инфраструктуры, данные о среднем уровне зарплаты, а также стоимость потребительской корзины. Екатерина Куприна, Регина Кубакина, Александр Петров, Республика. Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны. Таким девизом по жизни идут российские профсоюзы. В этом году они отмечают свое 110-летие. Профессиональные союзы Чувашии чуть моложе. Им 95. В Чуваш Рессовпро входят 17 отраслевых профсоюзов и 8 первичных организаций, которые объединяют 124 тысячи человек. Их основная задача – поддерживать социальное партнерство. Для этого в Республике создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений между государством, работодателями и работниками. В этом году, к примеру, было принято несколько ключевых решений в пользу работающего населения. В Республике было принято наше совместное с объединением работодателей предложение о подписании соглашения о минимальной заработной плате в Чувашской Республике равное прожиточному минимуму трудоспособного населения для внебюджетного сектора. И 18 июня, как вы знаете, это соглашение было подписано. Несмотря на тяжелую ситуацию с наполнением бюджета Республики, было принято решение о снижении требований к стажу, необходимому для присвоения звания ветеран Туда Чувашской Республики на 2,5 года, с 1 июня текущего года. Совместную эффективную работу профсоюзов и органов власти Республики отметили на российском уровне. Временно исполняющему обязанности главы Чувашей Михаила Игнатьева вручили нагрудный знак ФНПР за содружество. Мы много встреч проводим в течение года, подводя итоги социально-экономического развития, ставим задачу на перспективу, принимаем разные программы. И вы, на самом деле, ведя активную свою жизненную позицию, тоже участвуете в принятии этих нормативно-правовых документов. И я благодарен вам, потому что мы, органы власти, тем самым минимизируем все те ошибки, когда принимаем те или иные управленческие решения. Почетные грамоты и благодарственные письма отраслевых ведомств получили председатели профсоюзных организаций, многие годы отстаивающие в этом статусе социально-трудовые права граждан. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Современные молодые люди все больше принимают участие в социальной и политической жизни Республики. В преддверии единого дня голосования среди молодежи возрос интерес и к избирательному процессу. В Чувашии такое стремление активно поддерживается. Более 200 студентов наших вузов и СУЗов станут участниками Корпуса общественных наблюдателей «Я гражданин». Проект «Я гражданин» предлагает молодым людям получить знания в сфере избирательного права и попробовать себя в роли наблюдателей на избирательном участке в единый день выборов. Для этого необходимо пройти обучение в Центральной избирательной комиссии Чувашии и побывать на семинарах у ведущих юристов. Наше обучение проходит в двух формах. Сначала мы им рассказываем о их правах и обязанностях, о их основных функциях, что они должны будут делать на избирательном участке. А уже потом мы им немножко рассказываем о том, что их может ждать на этих избирательных участках. То есть, с какими проблемами они могут столкнуться. И будем уже на конкретных примерах разбирать то, как им нужно будет поступать в той или иной ситуации. Обучение будет проходить в три этапа. Первый для студентов Чувашского государственного университета, а второй для учащихся других образовательных учреждений. Третий для студентов Кооперативного института. Вообще это очень положительный опыт, который, безусловно, скажется для каждого молодого человека. Тот человек, который пришел на выборы наблюдателем, вполне возможно, что в будущем будет уже работать членом избирательной комиссии, а может быть и сам будет участвовать в выборах уже в качестве кандидата на той или иной выборной должности. В основном в проекте участвуют студенты юридических факультетов, но есть ребята из других направлений, для которых важно проявить свою гражданскую позицию. Для меня, как для будущего юриста, это опять-таки тоже определенный опыт. Опыт в решении каких-то юридических вопросов, опыт тоже в принятии решений каких-то, потому что достаточно важная, ответственная такая работа, быть наблюдателем на предстоящих выборах. Понять вот это все изнутри и участие в этих процедурах, в будущих наблюдателях, как раз-таки мне кажется, мне позволит, как и многим другим наблюдателям, как раз-таки узнать эту процедуру во всех подробностях. Узнать, как люди вообще относятся, почему они идут, просто для того, чтобы отметиться, или им это важно. Я никогда не был на выборах, мне только 18 лет, я как бы проголосую, посмотрю, как все это проходит. Это интересно. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке организовали встречу с полковником Евгением Южалиным. Этот человек был лично знаком с космонавтом Андрианом Николаевым. 5 сентября Республика отмечает день рождения знаменитого земляка. Кто шагает дружно в ряд? Конечно же, ребята из отряда юных космонавтов «Спейс». Уже с самого детства ученики средней общеобразовательной школы номер 10 имени Андриана Николаева начали проявлять интерес к космосу. Организатора мероприятия пригласили на беседу полковника Евгения Южалина, который рассказал о том, каким был Андриан Николаев. Первая встреча с Андрианом Николаевым стояла с 25 марта 1960 года на Байконуре, в 8-м центре, когда первая ударная шестерка прибыл к нам перед запуском последнего Востока, 5-го Востока. Это были очень такие молодые, симпатичные люди, летчики все, примерно одного возраста. Все они одинаковые и все разные. Одинаковые по росту, по возрасту, но все разные по характеру. Он немножко был так замкнутый, спокойный очень выделялся Николаев из общей группы, в отличие от Быковского, от Гагарина. Вот это была первая встреча. И хотя ученики школы имени Николаева почти наизусть знают биографию великого земляка, им было очень интересно послушать воспоминания человека, лично знавшего Андриана Григорьевича. Я хочу здесь отметить такую черту его, когда его готовность прийти на помощь любому человеку, любому, будь то, значит, там непосредственно с отряда космонавтов или там кто-то, вот тот человек, который именно, как бы, всегда выходил за свою возможность оказать какую-то помощь другим людям. В отряде юных космонавтов есть и свои традиции. Школьники активно участвуют в разных конкурсах, посвященных космонавтике, и занимают там призовые места. 5 сентября ученики нашей школы отправляются в деревню, в родную деревню Андриан Годж Николаев, где посещают музей космонавтики. Андриан Николаев стал человеком-легендой при жизни. Лучшего для школьников примера служения Родине трудно найти. Татьяна Белова, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Литераторы Чуваши и наши современники. Презентация мультимедийного издания прошла накануне в Государственном архиве электронной и кинодокументации. Порфирий Афанасьев, Николай Смуков, Ева Лисина, Юрий Семендер, Михаил Юхма. Всего 10 писателей и поэтов стали героями мультимедийного издания «Литераторы Чуваши и наши современники». Этот сборник рассказывает о мастерах слова, которые внесли заметный вклад в искусство республики. В основу издания легли документы и материалы из семейных и государственных архивов, отражающих творческую и общественную деятельность писателей и поэтов. Детские и юношеские годы мастеров слова, начало творческого пути – все это уже история. В разделе видео-интервью, беседы с литераторами, в которых мастера художественного слова размышляют о прошлом, настоящем и будущем чувашской прозы и поэзии, читают любимые отрывки из поэмы «Нарспи». Это будет большой багаж для будущих поколений, для истории чувашского народа, для чувашского искусства, чувашской культуры. Я приветствую наш архив, государственный архив. Я не знаю, в других местах есть ли такой архив. Это очень современный, имеющий будущее усреждение. Ведь 21 век и дальше все это будет в электронном виде. Именно в этом виде наиболее удобно сохранять любые знания, любые ценности. Лучше, чем музей, чем стенды. Стенды стареют, музеи стареют, а это навечно остается, если его умело хранить. Завтра в столице Чувашии пройдет ежегодный фестиваль спорта прессы. Наша компания тоже выставила свою команду. Приглашаем вас поддержать нас и наших коллег. Мы ждем вас на стадионе Олимпийский в 10 часов утра. 77-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» посвящена памяти космонавта Андреяна Николаева. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин